Биопсия сигнальных лимфатических узлов На подмышечной зоне у пациентов клинически N+, но данная категория пациентов подвергалась неодювантной системной терапии, в последующем при контрольных обследованиях мы получаем конверсию N+, N0. Данная категория пациентов также выполняется биопсией сигнальных лимфатических узлов. Биопсия сигнальных лимфатических узлов – это простота, безопасность и надежность метода, высокая воспроизводимость, высокая предсказательная ценность и низкая частота ложно-отрицательных результатов. Рутинно в стандартной практике чаще всего мы, конечно, встречаемся, что у пациентов с диагнозом рака молочной железы, клинические N0, в достаточно высоком проценте встречается акселярная лимфодисекция, как хирургическое вмешательство на акселярной зоне. Но, к сожалению, при таком травматическом вмешательстве мы часто сталкиваемся и с осложнениями, такими как лимфодема, отек верхней конечности, нарушение функции плечевого сустава, паутинный синдром, нарушение чувствительности верхней конечности. И при статистическом анализе применения биопсии сигнальных лимфатических узлов у пациентов категории N0 мы получили по данным результатов, что в несколько раз уменьшается количество осложнений у пациентов, подвершихся хирургическому вмешательству в объеме биопсии сигнальных лимфатических узлов. Данная манипуляция позволит улучшить качество жизни пациента после данного хирургического вмешательства и, конечно же, снизит процентные осложнения после данного хирургического вмешательства. Сигнальный лимфатический узел — это наиболее часто первый лимфатический узел на пути лимфооттока от злокачественного образования молочной железы, позволяющий оценить вероятность метастатического поражения других акселярных лимфатических узлов. Для маркировки сигнального лимфатического узла существуют различные методики ее визуализации и маркировки. Это радиозатопный метод визуализации сигнального лимфатического узла, использование красителя, флюоресцентного красителя и магнитных частиц. Начнем о биопсии сигнальных лимфатических узлов с использованием стандартных красителей. Данная методика использовалась еще и описывалась с 90-х годов, когда метод красителя использовался как лимфозурин и метиленовая синь. Вводился данный препарат интратуморально либо в окружающую клетчатку вокруг первичной опухоли. И в дальнейшем при хирургическом вмешательстве визуализировался в подмышечной зоне сигнальный лимфатический узел. Данная методика не имела высокой точности, поэтому в дальнейшем требовалось более расширенной разработки для того, чтобы визуализировать более глубокие сигнальные лимфатические узлы, либо лимфатические узлы другой локализации, не акселярной зоны. В настоящее время используется также флюоресцентный краситель индоцианин зеленый, который также вводится интратуморально и в дальнейшем оценивается как лимфопути от первичной опухоли, так и выявляется сигнальный лимфатический узел, который в дальнейшем отправляется на срочное гистологическое исследование. На базе Института онкологии имени Петрова используется радиозатопный метод визуализации сигнальных лимфатических узлов. Данный метод считается в настоящее время наиболее точным методом визуализации сигнальных лимфатических узлов. Данная методика проходит с использованием радиофармпрепарата технетрила, который также вводится интратуморально, и в дальнейшем мы оцениваем накопление радиофармпрепарата в сигнальных лимфатических узлах. Пути ведения чаще всего это интратуморально, либо в окружающую клетчатку, опухоль. И в дальнейшем мы получаем непосредственно визуализацию сигнальных лимфатических узлов, их количество, интенсивность, накопление радиофармпрепарата, а также уровень накопления радиофармпрепарата сигнальными лимфатическими узлами. Во время хирургического вмешательства уже непосредственно с использованием оборудования Гаммафайндер происходит визуализация нахождения сигнального лимфатического узла, и в дальнейшем отправляется данный лимфатический узел на срочное гистологическое исследование. По результатам срочного гистологического исследования уже определяется объем дальнейшего хирургического вмешательства. Либо он будет завершен, либо уже расширяется до акселярной лимфодисекции. Хоть метод радиозатопного введения и визуализации сигнальных лимфатических узлов в настоящее время является наиболее источным методик, все равно требуются какие-то альтернативные методики, более бюджетные по стоимости, имеющие меньшую лучевую нагрузку и, соответственно, более простые в применении. Применение контраста усиленного ультразыкового исследования для поиска сигнальных лимфатических узлов описывалось еще с 2004 года. Когда впервые стали опробовать данную методику в 2017 году, уже получили первые результаты, которые показали, что введение контраста усиленного препарата позволяет визуализировать сигнальные лимфатические узлы достаточно с высоким уровнем чувствительности. И на данном слайде представлена визуализация подмышечного лимфатического узла, сигнального лимфатического узла после введения микропузырькового контрастного препарата. Под руководством Екатерины Александровны Бусько была разработана методика визуализации сигнального лимфатического узла с использованием микропузырькового контрастного препарата. Использовался контраст санавью, который вводился 2,5 мл субареолярно. В дальнейшем массажными движениями непосредственно разрабатывалась зона введения контрастного препарата и от 10 до 60 секунд определялась визуализация сигнального лимфатического узла. Если визуализация не определялась, то добавлялся либо еще один раз такой же объем контрастного препарата, либо продолжался более длительно массаж зоны введения. Помимо визуализации сигнального лимфатического узла необходима, конечно, еще и маркировка этого сигнального лимфатического узла. И также была нами отработана методика маркировки сигнального лимфатического узла с использованием угольного красителя Black Eye. Данный краситель используется в рутинной практике при эндоскопических исследованиях для татуажей, маркировки необходимых образований толстой кишки при любых эндоскопических исследованиях. Также данный маркер использовался для маркировки лимфатического узла. Отрабатывалась методика у пациентов, которым была выполнена лимфодисекция, и, соответственно, определялся объем введения контрастного препарата. И какой был нюанс? Единственное, что при плановой проводке угольный краситель никак не мешает визуализации и определению статуса региональных лимфатических узлов патоморфологам. Но при срочных гистологическом исследовании, при введении 1 мл контрастного препарата, иногда угольный контраст перекрывает поля зрения. То есть данная методика еще требует доработки именно в объеме введения и локализации, в какой слой тогда лимфатического узла лучше вводить, чтобы меньше было нарушение поля зрения для патоморфологов при исследовании. В исследовании наше было включено 30 пациентов, в котором планировалось выполнение первым этапом хирургическое лечение. То есть это пациенты категории 1-2 стадии, клинические N0. Планировалась либо органосохраняющая операция, либо мастектомия с возможными реконструкциями. Данная категория пациентов не получали предоперационного системной терапии. По результатам, полученным при введении контрастного препарата для визуализации сигнальных лимфатических узлов, у 76% пациенток была достигнута хорошая визуализация сигнального лимфатического узла с помощью введения микропузырькового контрастного вещества. Это определялся гомогенный паттерн контрастирования. У 13% пациенток достигнута частичная визуализация лимфатического узла, определялся гетерогенный паттерн контрастирования. И у 10% пациенток визуализировать акселярные лимфатические узлы с помощью ультразвукового контрастного усиления не удалось. Определялся а-контрастный паттерн контрастирования. Отток микропузырькового контрастного вещества определялся в 100% случаях по лимфатическим сосудам. На данном слайде представлена визуализация лимфатического пути после введения микропузырькового контрастного препарата. Также была двойная маркировка сигнального лимфатического узла. То есть всем пациентам, которым была выполнена визуализация сигнальных лимфатических узлов с использованием контрастного усиления, накануне вводился радиофарм препарат. И данные пациенты шли на стандартную хирургическую вмешательство, как биопсия сигнальных лимфатических узлов радиозатопным методом. И маркировка зоны предполагаемого сигнального лимфатического узла совпала у 25 пациенток, то есть в 83% случаев. У двух пациенток визуализированные сигнальные лимфатические узлы с помощью контраста не совпали с предполагаемым сигнальным лимфатическим узлом, который определялся с помощью радиозатопного метода. И было это расценено как расхождение с данными радионуклеотидного метода. И в заключении хотелось бы сказать, что контраст усиленного ультразвукового исследования позволяет визуализировать сигнальный лимфатический узел в приблизительно 90% случаев. А угольный краситель не препятствует плану и патоморфологическому исследованию статуса выявленных лимфатических узлов. Использование контраста усиленного лидерского исследования как методику поиска сигнальных лимфатических узлов позволит избежать травмирующих хирургических вмешательств на зоне регионального лимфоотока при отсутствии возможности выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов с использованием радиозатопного метода. Поэтому это актуальный метод диагностики, который в дальнейшем может облегчить как и хирургическое вмешательство, плюс оно мобильное достаточно, то есть не требуется какой-то сложной подготовки, а также данная методика позволяет выявлять изначально метастатический лимфатический узел, маркировать это угольным красителем и в дальнейшем при выполнении уже хирургического этапа послесистемной терапии, то есть неодювантной полихимиотерапии, если пациент будет планироваться на биопсию сигнальных лимфоузлов, можно выполнение таргетной лимфодисекции. То есть удаление сигнальных лимфоузлов плюс смеченный лимфатический узел угольным красителем на этапе клинической оценки до начала лечения. Спасибо за внимание.